Программу телезащитника обратились жители дома номер 48 по улице Печорская в Сыктывкаре. В связи с наступлением лета их особенно беспокоят ветхие деревья, которые представляют, по их словам, серьезную угрозу. О чем именно идет речь, нам рассказали собственники жилья. Елена Васильевна, вы обратились в программу телезащитник. Что вас беспокоит? Нас беспокоит большой наш тополь, который растет в нашем дворе. При сильных ураганах в ветрах он сильно раскачивается и очень страшно за нашу жизнь, за жизнь наших детей. Также наш дом очень старый, там провода везде висят. Если что-нибудь там обломится, может заискриться и начаться пожар. Это тоже волнительно. А вы сколько лет живете в этом доме и при вас производилась ли когда-либо обрезка сучьев? Живем мы здесь больше 10 лет. Обрезка сучьев специалистами не производилась. Но был случай, когда обломились ветви так, что была угроза детям, и муж сам залезал на козырек и спиливал угрожающие эти вот ветви. А сколько лет деревьям? Ну, я думаю, что им больше полувека уже. Вы по этой ситуации куда-либо уже обращались? Нет, по этой ситуации мы никогда не обращались, потому что мы не знаем, куда обращаться. За комментариями по ситуации с опасными деревьями мы обратились в компанию, управляющую этим домом. Кстати, рекомендуем всем собственникам жилья в многоквартирных домах учиться на чужих ошибках. А именно, внимательно изучите договор управления вашим домом и проверьте, включен ли вами на предыдущем общем собрании собственников в перечень работ, которые должна выполнять управляющая компания или ТСЖ, соответствующий функционал. Помните, что управленцы жилфондом выполняют только те виды работ, которые вы им делегировали по итогам общего собрания, прописав в договоре. Деревья спиливает специализированная организация, которая имеет на это разрешение, в том числе и на высотные работы, потому что это, опять же, и ответственность, и, опять же, без разрешения этого делать нельзя, тем более черти города, да и, в принципе, вне городской черты. Мы сейчас общались с администрацией, было сказано о том, что целесообразно жильцам написать заявку в управляющую компанию, управляющая компания обратится в муниципалитет, муниципалитет выдаст разрешение, срок действия которого два года, и, соответственно, самой управляющей компании необходимо решить вопрос с деревьями, либо же нанимать специализированную организацию. Управляющая компания обслуживает каждый конкретный дом по перечню работы услуг, который доводится при конкурсе, который, соответственно, опубликуется в средствах массовой информации. По данному перечню у нас ни на одном доме нету именно срез или спил деревьев, и подчеркну, что это должна быть специализированная организация, у которой есть лицензия на данный вид работы. Вопросы с снятием угрозам многоквартирным домам и их жильцам, исходящие от ветхих деревьев, решаются не так просто, как это может показаться на первый взгляд. В республике Коми практически нет таких управляющих компаний, которые держали бы в своем штате лицензированных специалистов по выполнению работ на высоте. В летнее время речь идет, как правило, об обрезке ветвей старых деревьев, а в зимний период это касается уборки кровель от снега. Что делать в таких случаях управляющим компаниям и ТСЖ? Если у жильцов в договоре управления такой вид работ не предусмотрен, тогда каким образом? Они могут добавить в перечень вам этот вид работ? Или вот что им делать? Соответственно, если проводятся собрания, и они общим собранием принимают решение, соответственно, с увеличением стоимости квадратного метра, чтобы заложить эту стоимость в дальнейшую услугу именно по спилу деревьев. И для такого типа организации, то да. А что тогда делать в данном случае жильцам именно 48-го дома? Если у них в договоре управления не предусмотрено, собрание сейчас они быстро не проведут, могут ли они каким-то образом с вами решить вопрос, что вы эти работы проведете, но отдельно им в счет текущего месяца эти расходы внесете? Может быть, такой вариант? Нет, мы предлагаем им написать заявление для рассмотрения либо в администрацию, либо нам. Мы, соответственно, будем также выходить в администрацию с запросом на предмет спиливания деревьев в отделе зеленения. Одного желания жильцов обезопасить себя и дом от ветхих деревьев недостаточно. Как недостаточно одной только готовности управляющих компаний или ТСЖ выполнить задачу, поставленную собственниками жилья. Вся растительность на территории каждого муниципального образования под контролем местных властей. Как легально решить проблему, чтобы не оказаться экологическим преступником? Пояснение дает администрация столицы. Если зеленое наслаждение произрастает на дворовых территориях, собственникам необходимо обращаться либо в управляющую компанию, которая осуществляет управление данным жилым фондом, либо в администрацию города Стывкара. Эффективно обратиться в управляющую компанию в связи с тем, что управляющая компания сама обратится в адрес администрации за выдачей разрешения. Все виды работ по вырубке, обрезке, посадке, пересадке зеленых насаждений необходимо производить только при разрешении, при наличии разрешения администрации МОГУ Сыктывкар. В случае отсутствия разрешения на вырубку, обрезку, данный вид работы будет считаться незаконным. Если жильцы будут производить вырубку самовольно, то в таком случае грозит административная и уголовная ответственность. В случае с обратившимися в телезащитник жильцами дома ситуация предельно ясна. Деревья, на которые пожаловались собственники жилья, действительно представляют опасность. И мы в этом убедились воочию. Однако далеко не всегда оказывается, что окружающий жилфонд растительность в реальности угрожает здоровью и жизням людей или может повредить фасаду и окнам. Поэтому власти муниципальных образований не вправе выдавать разрешение на обрезку ветвей или вырубку деревьев просто так. Сектор экологии и зеленения, специалисты сектора, выходят на место, на объект, обследуют зеленое саждение, производят пометку, отбор деревьев и кустарников для назначения каких-либо мероприятий, готовится акт натурного осмотра и также постановление администрации МОГУ Сыктывкар, что является разрешением. Это разрешение может быть подготовлено на управляющую компанию либо другие формы управления ТЖСК, ТСЖ и так далее. Все зеленые насаждения, находящиеся на территории муниципального образования городского округа Сыктывкар, находятся под охраной. Жители этого деревянного дома обеспокоены и другой проблемой. Несмотря на то, что теплая погода установилась относительно недавно, во дворе уже вовсю разрастается борщевик. С учетом того, что в доме много маленьких детей, их родители переживают, что опасный сорняк начинает оккупировать зеленую зону около дома. К тому же далека от идеала и игровая территория с травяным покровом. Я правильно понимаю, что у вас еще возникают вопросы в части благоустройства при домовой территории? Да, конечно. У нас наша управляющая компания, которая обслуживает наш дом, не выполняет свои должностные обязанности, территорию не косят. У нас косят наши мужчины, потому что сколько мы им не писали, что у нас здесь гуляют дети. В нашем доме шестеро детей, которые гуляют вот на этой площадке, которую мы сами ее сделали. И для того, чтобы наши дети в чистоте гуляли, и не было этих борщевиков, мужчины сами косят. Но я так вижу, что у вас еще все-таки и борщевик опять растет. Да, борщевика у нас очень много. И раз в неделю, два раза в неделю мужчина у нас косит все вот это. Сам за свой счет покупает бензин и косит. Тем более мы оплачиваем немалую сумму за ЖКХ, чтобы у нас, ну как у всех людей, должно быть и ремонт сделан, и убрано, и чистота. Но это не выполняет у нас. Должностные обязанности не выполняет наша ЖКХ. Поскольку за обслуживание придомовой территории и двора в целом отвечает управляющая многоквартирным домом компания, мы переадресовали ее руководству и эти вопросы активных жильцов. Вопросы решаются просто. Во-первых, у нас заложены всегда, опять же, по плану работ, на каждом доме, опять же, где доведено, значит, данные работы два раза в сезон мы проводим. При наличии непосредственного оборудования мы его готовим и, соответственно, выходим. Повторюсь, два раза за сезон мы занимаемся обрезкой травы, соответственно, специализированными средствами, либо своими силами, либо привлекаем организацию. В зависимости от объема каждого конкретного дома, согласно перечню работы. Но вот в этом году они говорят, что работы еще не проводились. Когда вы планируете на территории этого дома их провести? Ну, опять же, ближайший месяц это мы будем первый раз проводить и обычно ближе к началу августа, к середине августа, где-то примерно так, проводим второй раз. В прошлом году мы проводили на данном доме два раза за летний период, непосредственно по Кострову. Опять же, подчеркну, что все работы делаются по заявкам, потому что где-то быстрее растет. В зависимости от местности тот же самый борщевик, трава и так далее, кустарники. Соответственно, заявка поступает нам по электронной почте или наручно. Отсюда мы организуем план работы и выходим, соответственно, на данный конкретный дом. Программа «Телезащитник» оставляет на своем контроле решение всех вопросов по данному дому. Несмотря на временное приостановление проверок надзорными органами качества работы управляющих компаний, в связи с ограничительными мерами, введенными в период борьбы с коронавирусом в стране, лето – это важное время не только для подготовки жилфонда к следующей зиме, но и для работ по благоустройству придомовых территорий и дворов, чтобы они выглядели опрятными, чистыми и уютными. На сегодня все. С вами была Дарья Шучалина. Ваше обращение направляется в программу «Телезащитник». Вся контактная информация на экране.